Какая самая статистически невероятная вещь произошла с вами? Как-то раз я рассказывал коллегам об одном любопытном клиенте, который месяц назад заходил к нам в магазин. Он выглядел как бомж, но при этом купил очень дорогой товар и рассказывал о путешествиях по миру. Случай с ним как бы напомнил нам о том, что не стоит судить о покупателях по одной лишь внешности. Как только я закончила свой рассказ, этот мужчина зашел в магазин, чтобы купить еще один такой же товар в качестве запасного. Прошел месяц или около того, и я снова рассказывал эту историю уже другому коллеге, добавив, что в прошлый раз он явился будто по вызову. И он зашел еще раз, прямо во время моего рассказа о нем, чтобы снова что-то купить. Сейчас он, наверное, стоит у закрытой двери закрытого магазина, учитывая, что я снова рассказал эту историю. Мы сидели у костра, я открыл пиво и бросил крышку в огонь. Она отскочила от бревна, немного пролетела и приземлилась прямо на бутылку пива моего друга. Мы замерли в полном шоке, я даже помыслить не могу, каковы шансы, что это может повториться. Когда мы учились в колледже, в каждой из наших комнат общаги были телефоны старого образца. Я никогда не пользовался своим телефоном, даже не знал его номера. Но однажды он зазвонил. Я поднял трубку и какой-то старик спросил Филиппа. Я сказал ему, что нет, здесь нет никакого Филиппа, однако голос этого старика казался мне очень знакомым, прям очень знакомым. Я был уверен на 90%, что знаю его, поэтому я спросил, дедушка, вставьте полное имя дедушки, это ты? Да, это он и был. Оказалось, что он пытался позвонить старому другу, но при наборе номера нажимал двойку вместо пятерки. То есть набрал 2782387 вместо 5785387. А это оказался номер телефона моей комнаты. В моем штате есть человек, совершивший несколько тяжких преступлений. У меня с ним одинаковый день рождения, фамилия, имя и отчество, а также одинаковый цвет глаз и рост. Каждая проверка моей личности для меня самая настоящая заноза в заднице. Я уж не говорю о продлении каких-либо официальных документов, например, водительских прав. Я учился в небольшом университете на среднем западе США, там было менее 6000 студентов. Как-то раз я столкнулся со старым однокурсником в поезде на юге Японии. Мой двоюродный брат канадец, я британец, мы не виделись 30 лет. Он провел много времени в Новой Зеландии, управляя горнолыжным курортом. Как-то раз я поднимался на подъемнике в Аспене. Я решил перекинуться парой слов с незнакомцем, сидящим рядом со мной. Тот сказал, что недавно катался на лыжах в Новой Зеландии. О, говорю я, мой двоюродный брат занимается курортом в Новой Зеландии. Как его зовут? Майк, отвечаю я. Я был шафером на его свадьбе в прошлом году. История про моего друга. Чел переживал глубокую депрессию, стал настоящим отшельником. У него развилась сильная агорофобия. Он был убежден, что когда он выходит из дома, вокруг происходят какие-то плохие вещи. Как правило, он ссылался на какие-то травмы или всякие неприятности, которые с ним действительно происходили. Тем не менее, я и другие ребята убедили его пойти на курсы в колледж, чтобы он просто выходил из дома хотя бы на 3 часа в неделю. Так-то у него уже было высшее образование. Он записался на факультативный курс, на котором было всего 15 человек. Единственное задание, которое задали им на курсе, выполнить групповой проект с двумя другими людьми. Один из участников их группы куда-то пропал, поэтому все свое время он проводил с другим студентом. Его напарник был переведен из одного из лучших учебных заведений Калифорнии. Мой друг очень сблизился с ним, и у него очень сильно улучшилось моральное состояние. Однако за 3 дня до презентации их проекта весь колледж закрыли по причине убийства. Оказалось, что его напарник убил человека. Моего друга вызвали на допрос, но на этом все закончилось. Того студента признали виновным, и теперь он отбывает пожизненное заключение. Еще не все. В следующем семестре мы убедили друга взять другой курс в другом колледже. Там он подружился с парнем, который сидел рядом с ним. Через месяц этот студент пропал, а после его нашли мертвым. Полиция говорит, что он покончил с собой. Мы больше не заставляли его ходить на курсы, с тех пор он не выходит из дома. Однажды ночью я тусовался на пляже Редондо и потерял бумажник. Примерно через месяц я сидел на огромных валунах на том же пляже. Посмотрел вниз на свои ноги, и там на одном из камней лежал мой бумажник. Ничего не пропало. Примерно через год я снова потерял тот же бумажник. Я такой, что за нахер, как так? И вот месяц спустя я оказываюсь в захудалом продуктовом магазине. Кассирша вроде как узнает меня и говорит, Эй, погоди-ка, она уходит и возвращается с моим бумажником. Ничего не пропало, вся наличка была на месте. Я регулярно и совершенно случайным образом выигрываю игровые приставки. Когда вышла первая PlayStation, мой дедушка работал в Best Buy. У них была рождественская вечеринка для сотрудников и членов их семей, где можно было принести модельку машины и поучаствовать в розыгрыше приставки. Я попробовал и выиграл. Потом вышла PS2, и местный новостной канал проводил розыгрыш призов. Все, что нужно было сделать, чтобы принять участие, это отправить открытку со своими данными. Рождество в тот год для меня тоже выдалось очень крутым. Когда вышла Xbox 360, проходил розыгрыш у одного из игровых автоматов Stacker. Ну знаете, такие, в которые никто ничего не выигрывает. Что же произошло? Да, вы угадали. Это случилось в день рождения моего двоюродного брата. И, наконец, моя Xbox One. Я зарегистрировался на сайте для участия в розыгрыше. Потом я подумал, что шансов выиграть у меня очень уж мало, и что я должен ее купить. Я так и сделал. А примерно через 6 недель на сайте провели розыгрыш, и теперь я гордый обладатель двух Xbox One. Ага, теперь я не могу дождаться выхода консолей нового поколения. В 2012 году я шел домой поздно вечером, и меня ограбили. Приставив дуло пистолета, у меня отобрали бумажник и телефон. Но, к счастью, все обошлось. Я подал заявление в полицию, но так и не получил свои вещи обратно, что неудивительно. Спустя 4 года я переехал за 4500 километров от дома. Как-то раз мне позвонила моя сестра. Она рассказала, что была на музыкальном фестивале и потеряла там свое удостоверение личности. Его нашел чувак, отдыхавший рядом с ней. Он заметил адрес на ее водительских правах и узнал его, потому что тот совпадал с адресом его фейкового удостоверения. А еще у него оказалось то мое удостоверение из бумажника, украденного 4 года назад. Моя сестра передала ему телефон. Я с удивлением спросил его, откуда он его взял. Как я понял, мое удостоверение прошло через нескольких людей в колледже, в котором он учился. Я сказал ему, что не хочу возвращать свое удостоверение, но попросил его пообещать, что он больше никому его не отдаст и не украдет мою личность. Пока что все норм. Как-то раз я ехал по трассе, как вдруг полицейский вертолет врубил прожектора и направил на мою машину. Я остановился на обочине и стал ждать, думая, что сейчас за мной приедет группа захвата. Прождал 10 минут, на огне погасли, и вертолет улетел. Я сделал статистически невероятно в этой истории то, что я в то время барыжил травой и только что провернул сделку. Поэтому я думал, что мне конец. Неа, я так и не узнал, что они от меня хотели. Блин, какая скучная смена сегодня. Слушай, а давай приколимся. Я был на коммерческой выставке. У стендов многих компаний стояли вазы с надписью «Бросьте свою визитную карточку, чтобы получить приз». В конце дня они собрали нас всех вместе, чтобы разыграть призы. Я выиграл ноутбук, айфон, путешествие, годовую подписку на MSDN и коробку вина. После первых двух выигрышей люди подумали, что это забавно. Потом стали игриво улюлюкать. Но в последнюю пару раз меня просто освистали. Толпа недовольно шумела. Несколько человек воскликнули «Лохотрон!» и так далее. Ведущий объяснил, что в розыгрыше участвовало несколько чаш от нескольких компаний. Во всех них были мои визитки. Я был в полном шоке. Чувствовал себя как в сумеречной зоне. Случай произошел, когда я еще встречался со своей женой, и мы еще не были в браке. Она отдыхала с родителями в Канкуне. Ее обратный рейс отменили из-за шторма. Ей предстояло очень важное собеседование. А никто в аэропорту не мог дать ей вариант с подходящим рейсом, чтобы она вовремя попала домой. Она в панике позвонила мне из своего отеля и попросила помочь. Я зашел на сайт аэропорта и нашел один билет первого класса на рейс до аэропорта Кеннеди на ту же ночь. Я купил его, зная, что его уже может не быть, пока я буду звонить своей девушке, чтобы уточнить, подходит ли ей этот вариант. Потратив 1400 долларов, я позвонил в ее отель в Канкуне. Но мне сказали, что она и ее родители уже выехали из отеля и их уже нет поблизости. Это было довольно давно, так что я не мог позвонить им на мобилу, так как у них не было международного тарифного плана. Я не на шутку встревоженный, звонил без конца и в отель, и в аэропорт пытаюсь связаться с ней безуспешно. Тогда я открыл гугл, чтобы поискать, есть ли еще какие-нибудь телефоны и номера аэропорта, где, как я предполагал, она должна находиться. И наткнулся на маленький сайт, на котором вроде как были перечислены номера телефонов-автоматов в аэропорту. Я позвонил по первому попавшемуся номеру из списка телефонов-автоматов. Подождал некоторое время, и кто-то взял трубку. Я услышал голос своей жены в центре мексиканского аэропорта, переполненного застрявшими путешественниками. Она услышала звонок именно этого телефона-автомата и случайно взяла трубку. Я передал ей все данные о рейсе, еще раз переговорил с аэропортом, дабы подтвердить, что она может подняться на борт. Она успела на рейс до Кеннеди за 15 минут до окончания посадки. Сейчас она рассказывает об этой истории как о дне, когда она решила выйти за меня замуж. Ах да, и она получила ту работу. В свое время я работал в колл-центре в небольшом городе в Канаде. Я занимался технической поддержкой интернет-провайдера и покрывал примерно 11 штатов США. Как-то вечером мне позвонил чел, у которого не работал интернет. В ожидании обработки формы я решил перекинуться с чуваком парой слов. Он спросил, где я нахожусь. Обычный вопрос, который люди задают, пытаясь убить время. Я сказал ему название города и провинции, что обычно вызывает у людей реакцию, о, ничего себе, это довольно далеко. Но этот чел немного удивился и сказал, что его родственники отдыхают в моей провинции. По его словам, они находятся всего в часе езды от моего города, в маленьком городке, название которого он не может вспомнить. Мы еще немного поболтали о моем городе, и он упомянул несколько достопримечательностей, о которых ему рассказывали. Внезапно он вспомнил название городка, в котором остановились его родственники. Это крошечный городок с населением около 800 человек. Довольно колоритный. И это мой родной городок. Место, в котором остановились родственники этого парня, был городком, в котором я вырос. В городком, где по сей день живут мои родители и большинство моих дальних родственников. Я сразу же поделился с челом своим удивлением, но по его тону понял, что он мне не верит. Ну да ладно, по барабану. Тогда он называет фамилию и семью, у которой остановились родители его жены. И у меня чуть не падает челюсть. Это фамилия моего лучшего друга, которого я знаю уже 20 лет, и с которым живу на данный момент. Затем я называю ему несколько имен родственников друга, чтобы доказать челу, что я не врал. И он уже в таком же шоке, что и я. Оказывается, чел был женат на двоюродной сестре моего лучшего друга. А я незадолго до этого проводил лето в доме, где жили родители его жены, тетя и дядя моего друга. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какая самая статистически невероятная вещь произошла с вами. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok